Культура Центральной Азии Культура Центральной Азии Культура Центральной Азии Поводом для таких действий китайской дипломатии Стал поиск союзников в борьбе с империей хуннов Но тем не менее параллельно шел процесс установления экономических связей В основном в сфере торговли Тогда как там, то есть в Центральной Азии Не знали культуру тутового шелкопряда И не умели выделывать шелк То караваны большей частью везли именно шелк Самый ценный и дорогой товар В эдикте римского императора Диоклетиана О ценах 301 год до н.э. Стоимость фунта чистого золота В слитках оценивалась 50 тысяч динариев А стоимость фунта шелка сырца Окрашенного в пурпур Была и вовсе запредельной И умопомрачительной 150 тысяч динариев Причины дороговизны Крылись в особенных свойствах шелка Ну, во-первых, это очень прочная ткань Долго, неизнашиваемая Кроме того, ни для кого не секрет Что в то время Царила ужасающая антисанитария Насекомые, паразиты Были практически на теле любого человека И оно носило характер Ну, просто-напросто Непобедимой Такого явления И вот шелк Из-за того, что имело Очень высокую плотность Не позволяло этим паразитам Своими Крючочками, коготочками на ногах Цепляться за нее И поэтому одежда из шелка Позволяла просто-напросто взять И стряхнув Избавиться от паразитов Таким образом В общем-то шелк Носил характер Не только эстетический Но и практически Санитарно-гигиенический Санитарно-гигиенический Секрет выращивания шелкопряда Впоследствии был выкраден По одной легенде Некий перс Тайком пронес коконы Через границу В полом посохе По другой Щелковичные черви Вывезенные были Одной из китайских царевин В шляпе В хлопчатой бумаге Уже в раннем средневековье Шелководство было налажено Византии, Иране и Сагдиане Однако позже в той же Византии Шелк ценился наравне с золотом На выбор тех или иных маршрутов Шелкового пути Влияли изменения Политической ситуации на материке В зависимости от которых Те или иные его участки И ответвления Попеременно приобретали значимость Или наоборот отмирали В шестом-седьмых веках Когда торговые пути Шли через Среднюю Азию Контроль над ними Установили тюрки Их потребителями товаров Которые привозили из Китая Были в основном Потребители Запада То есть Византия Европа Средневековая Поэтому наиболее опытный путь Удобный путь По которому проходили Торговые караваны Лежал через Семеречья И Среднюю Азию Но торговля Была очень опасным занятием Поскольку на пути торговых караванов Встречались разбойники Бандиты Они которые грабили и убивали торговцев В целях наживы Поэтому и кроме того Этот период характерен был Наличием множества мелких государств Которые воевали между собой И эти междоусобицы Приводили к тому Что торговля Несла огромные убытки И поэтому собственно говоря Они начали искать Какие-то наиболее Безопасные пути Вот эту безопасность Предоставил тюркский Каганат Которые в указанное время То есть в 6-7 веках Стали контролировать весь маршрут Который проходил через территорию Восточного Туркестана Территорию современного Южного, Юго-Восточного Казахстана И через Среднюю Азию И что сделало этот путь Безопасным Поскольку они брали Не только деньги за Провоз товаров Через контролируемую ими территорию Но и обеспечивали Соответственно безопасность Этих караванов Поэтому Караванные маршруты Стали пролегать через территорию Контролируемую тюрками Из-за безопасности И естественно Что приводило к удешевлению товара То есть Один раз только платили Таможенную пошлину Проходя через территорию Тюркестанского Каганата И соответственно Товар становился дешевле За восточные товары Запад расплачивался Золотом Особо выделялась Византийская Намизма Хорошего Чекана Широкое хождение В качестве международной валюты Имели Византийские Золотые Солиды Средством обращения Служили Слитки серебра Сомы В виде линз И овальных брусков Наподобие найденных В кладе 13 века В городе Отрар Странствия Торговцев Были лишены Конечно же Романтики Очень Засушливый климат Отсутствие Мест На большей части Пролегания Восточном Туркестане Где они могли бы Отдохнуть Набраться сил Для дальнейшего Прохождения Пути И Естественно же Возможные Криминальные Элементы Вот Большая часть Этих маршрутов Пролегала Через территорию Средней Азии Китая Около 200 дней Вот Поэтому В общем-то Огромное количество Времени Единственным Гужевым транспортом В то время Являлся Верблюд И Лошади Поэтому Собственно говоря Были огромные Трудности С транспортировкой Грузов Через Труднопроходимые Засушливые Засушливые Климатические Зоны Пустыни Забучие пески Горные Барьеры Пропасти Ну и так далее Но тем не менее Торговля Приносила Обаснословные Доходы По шелковому пути Текли различные В том числе Диковинные Товары Рабы Фарфор Саянс Металлические Изделия Всевозможные Красители Сухофрукты Сахар Пряности Специи Ну особенно Специи Тип Наподобие Мускатного Ореха Перца Корицы Гвоздики Кардамона Тмина Имбиря Мяты И так далее Кроме того Везли Благовония Ладан Мира Другие Благовонные Масла Амбру Сандал Ну и Собственно Говоря Меха Ткани Все это Представляло Собой Очень Ликвидный Товар При Раскопках Которые Проводили Археологи В городах Которые Лежали На Маршруте Шелкового Пути Были Найдены Также Кроме Вышеуказанных Товаров Такие Вещи Как Персидские Ковры Слоновая Кость Китовый Уз Алмаз Самоцвет Кроме Того Очень Представляющий Интерес С точки Зрения Изучения Искусства Того Времени Бронзовая Чернильница Графины Сирии Различные Изделия Из стекла Расписанные Цветными Эмалями Украшенные Позолотой В торговлю Поступали Породистые Чистокровные Лошади Слоны Носороги Барс Гепарды Львы Павлины И другие Экзотические Животные В целости Доставляли Скоро Порчатся Ся Продукты Дыни Арбузы Груши Яблоки Персики Абрикос Сливы И так далее Кроме того По Великому Шелковому Пути Распросятся Не только Товары Но и Идеи Философские Концепции И Религия На Маршрутах Великого Шелкового Пути Бурно Развивались Города По Шелковому Пути Передвигались Посольские Караваны Тем самым Укреплялись Дипломатические Отношения Между Странами Востока И Запада Ощущаясь Диалог Взаимогащение Культур Обмен Духовными Ценностями Распространялись Эталоны Прикладного Искусства Настенной Живописи Зодчества И Естественно Поскольку Развивались Города Архитектура И Строительство Поэтому В общем-то Если Охарактеризовать В целом Роль Великого Шелку Пути В развитии Культуры Социально-экономического Развития Средней Азии То Роль Великого Шелку Пути Можно Охарактеризовать Как Бесценной Собственно Говоря Благодаря Великому Шелку Пути И Развивались Города Юга Юго-Восточного Казахстана И Кроме Того Мы Должны Конечно Отметить Роль Древних Тюрков Которые Контролируя И получая Экономическую Выгоду С этого Контроля Контролируя Великий Шелковый Путь В общем-то Сохраняли Традиционную Их Экономическую Торговую Структуру Их Культуру Покоренных Народов Что Конечно Давало Возможность Для Развития Народов Средней Азии В Некой Достаточной Степени Независимости Самодостаточности Тюркская Культура Периода Средневековья Тюрки Контролюра Великий Шелковый Путь Конечно Не только Сами Что-то Давали Но и Получали В особенности Что касается Не только Материальных Каких-то Ценностей А в большей Степени В деле Познания Народов Которые Участвовали В этом Великом Шелковом Пути И естественно С которыми Они имели Дело Шестого Века На территории Казахстана Образовывались Меняли друг Друга Государственное Образование Тюрок Тюргешев Корлуков Агузов Кимаков И копчаков У тюрков Были Складные Переносные Легкие Жилища Юрты И Кроме того Использовались Вариации Этих Юрт Как Неразборных Которые Стояли На платформе Так и Походных Для воинов Которые Представляли С собой Юрту Без Кереге То есть Стен И Использовать Только Ууки И получалось Шатры Наподобие Вигвамов Для покрытия И изготовления Юрт Использовалось Легкое Дерево И Воилок Естественно Получило Развитие И Изготовление Безворсовых Тканей Которые Безворсовых Ковров Прошу прощения Которые Использовались Для утепления И украшения Жилища Внешний вид И убранство Юрт Служили Одним из Показателей Социального Ранга Владельца Этого Жилища Привилегией Тюркских Правителей И аристократов Было Проживание В белых Или Голубых Юртах Тем более Что это Подчеркивало Религиозную Так скажем Систему Которой Пользовались Древние Тюрки Которые Себя Назвали Кок Тюрк Или Небесные Тюрки Соответственно И их Юрта Которая Являлась Является Кстати говоря Моделью Мироздания В общем-то И Специально Войлок окрашивался В такой цвет Как бы Показывая Что они Являются Представителями Белой кости Аристократии И поэтому Они Принадлежат Небу Кроме Того Как я Уже Сказал Кроме Традиционного Для Кочевников Жилища Были И Жилища Из Камня И Глины Возникают Города И поселки Которые Выполняли Роль Центров Ремесла Торговли Центров Сельскохозяйственного Производства И Административных Пунктов Важную роль В возникновении Развития Городов Семеречья Южном Казахстане Сыграло Перемещение В эти Регионы Маршрутов Великого Шелкового Пути Сложилось Несколько Центров Городской Культуры Это Города Бассейна Реки Сырдарья Такие Города Как Отрар Шаугар Ясы Кедер Испиджап Сагнак Сауран Сюткент Джент Янгикент Города Долины Реки Талас Это Тарас Джамукат Кулан Атлах Города Илийской Долины Тальхис И Экаугус Кайалак Города Возникали У кемаков На реке Ертыш И Алаколе Кстати говоря В знаменитом Произведении Неизвестного Анонимного Автора В работе Который Называется Худут Ал-Алам Страна Кемаков Называлась Страной Городов Возможно Это еще Одна Подсказка Что Города Возникали Не сами По себе Один Из Маршрутов Великого Шелкового Пути Возможно Шел Через Восточный Казахстан И Достигал Современного Новосибирска Поскольку Барабинская Степь Являлась Одной Из Важнейших Областей Государства Кемаков И Возможно Что Китай Торговал И с Государством Уйго Который Можно Предположительно Считать Государством Древних Финоугоров Или Уйгуров По-тюркски Города Как мы Уже Отметили Возникали Не только На пути Великого Шелкового Торгового Торгового Пути Но и На основе Земледельских Ремесленнических Поселений Укупленных Замков Долговременных Ставок Кочевых Ханов На местах Постоянных Зимовок И Для Большинства Городов Были Характерны Радиально-кольцевая Система Застройки Города И вот Они состояли Из трех частей Первая Часть Цитадель Это Центральная Часть И Где Располагались Резиденции Правителя Вторая Часть Это Шахристан Плотно Застроенный Внутренний Город Где Жили Чиновники Аристократ Укупечества И Рабат Это Часть Города Которая Была Заселена Преимущественно Ремесленниками Торговцами И Соответственно Здесь Находились Именно Цеха По Производству Тех Или Иных Товаров Городам Примыкали Усадебные Застройки Окруженные Садами Виноградниками Ирригационными Сооружениями В городах Возникали Базары Строились Общественные Бани И Строения Возводились Как правило Из Сырцового Кирпича Наружные Внутренние Стены Дворцов И Других Зданий Обкладывались Из Массивных Пасховых Блоков Обмазывались Глиняной Штукатуркой Культовым Сооружением Раннего Средневеков Валяется Дын Поскольку В большинстве Дынов Не было Захоронения Входы Были расположены Высоко Исследователи Пришли к выводу Что Дын Представлял Свой храм Духа Земли Воды Су Жер Поэтому Собственно Говоря Это еще Один Из Предположений О том Что Тюрки Оказали Огромное Влияние Духовное Влияние На Покоренные Народы Средней Азии И Они Восприняли Вот Эту Концептуальную Трехмерную Организацию Мира И Соответственно Эти Здания Как раз Подчеркивают Кроме Того Что я Выше Сказал О Юртах Окрашенных В голубой Цвет Сооружались Эти Дыны В Городах И Соответственно Рядом С ними Археологами Были найдены Еще и Подземные Водохранилища Так называемые Сардобы Которые Собирали Воду Зимой Весной И Осенью Когда шли Дожди И Выпадал Снег Вот Таивший Снег Естественно Стекал В эти Сардобы И Сущность Этих Сардов Была Не просто Сбор Воды Но и Их Сохранение Поскольку Почти 300 С лишним Дней В году В Средней Азии Солнечные Жаркие Дни Поэтому Собственно Говоря Вода Быстро Испаряется Вот Кстати Это К вопросу О Строительстве Водного Канала В Туркмению Через Всю Среднюю Азию Одна Из Ошибок Советских Строителей Этого Канала Было То Что Оно Имело Огромное Зеркало Испарение И Большая Часть Воды В общем-то Испарялась И уходила В воздух В атмосферу И тем самым Коэффициент Полезного Действия Этого Канала Был Небольшим Относительно В это же время Шло Развитие Металлургии Развитие Металлургии Стимулировало Развитие Металлообработки То есть Кузнечного Дела Производства Орудий Труда Металлической Утвори А также Военного Вооружения И Защиты То есть Доспехов Изготавливались Ювелирные Украшения Из стекла Полудрагоценных Камней Которые Традиционно Являлись Наиболее Ходовыми В Средней Азии И на территории Казахстана Кроме Материальной Культуры Естественно Мы должны Сказать О Духовной Культуре И в частности В духовной Культуре Мы должны Отметить Обязательно Развитие Науки Развитие Науки Стало Возможным В результате Синтеза Тюркской Культуры И Арабо-Исламской Культуры Которые В конце Восьмого Века Соприкоснулись На территории Средней Азии Юга Казахстана И вот Благодаря Как можно Сказать Закон Физики Если мы В культурологии И в искусствоведении Апеллируем Понятиями Ренессанса Что Само по себе Верно Но вот Физический Термин Резонанс Тоже Я считаю Возможным Применить В этом Поскольку Тюркская Культура И Арабо-Исламская Культура Находились В одном Колебательном Как бы Скажем Состоянии Что при Соприкосновении Одинаковые Одинаковая Длина Волн Их развитие Духовной Культуры Привело К понятию Резонанса Что На языке Культурологии И мы Можем Назвать Ренессансом Наиболее Известным Первым Так скажем Ученым Выходцем Из Средней Азии Можно Считать Астронома И математика Габбаса Аль-Джаухари Девятый Век Нашей Эры Он участвовал В организации Багдадской Обсерватории Дома Мудрости В Ближнем Востоке Вместе Мухаммед Мухаммед Астронома 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 Мухаммед Исследовал Астронома Состоя 19 Астронома 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 Духовенство О том Что Великий Аллах Создал Человечество Здоровыми И Человек Больной Ну как бы Скажем Так Умирает Раньше Времени Отведенного Ему Поэтому его деятельность находится в полном согласии с учением ислама о том, что люди не должны умирать от каких-то заболеваний, а родившиеся в здоровье должны дожить до определенного срока. Следующий знаменитый ученый тюркского мира является земляк Аль-Фараби, лингвист и географ Исхак Аль-Фараби. Кроме того, составителем также лингвистического словаря из 40 тысяч арабских слов был Исмаил Жаухари, умер в начале XI века. Историки – географ Джанах Ибн Хакан Аль-Кимаки, конец X – начало XI века. Огромную роль в развитии культуры Казахстана и Средней Азии сыграли деятели эпохи караханидов. В X-XII веках с возрастанием значения городов и оседанием части населения происходит наиболее интенсивный подъем городской культуры. Основным регионом, развитие которой оставались Южный Казахстан и Юго-Восточный Казахстан – Семеречье. Расширение площади городов шло за счет арабадов. Города тесно застраивались домами, группировавшимися в кварталы. За пределами тесно застроенного Шахристана зажиточные горожане стали обзаводиться обширными легкими домами, заимствованными из Средней Азии, типа павильона или каср. Такие дома окружались садами, виноградниками, орошаемыми проточной водой. Жилые постройки и хозяйственные помещения рядовых горожан могли объединяться в единый комплекс со скотными дворами, загонами, разделенными на отсеки и стойла. О некоторых, так скажем, пережитках кочевого уклада говорят и найденные во дворах некоторых домов остатки оснований юрт, используя в качестве летнего жилища. В некоторых городах функционировали водопровод и канализация, прокладываемые из керамических труб, что, собственно, говорит о высоком уровне развития городской цивилизации. И, кроме того, чтобы как-то для сравнения, в Древней Греции и особенно в Риме использовались также водопровод и канализация, но они были сделаны из свинцовых листов. Ну, собственно говоря, для здоровья человека свинец достаточно вредный металл. А в Средней Азии использовались трубы, сделанные из обожженной глины. Усложняется планировочная структура городов, окружавшихся кольцом оборонительных стен, огораживающихся дувалами. В 11-12-х, как при Караханидах, архитектура Казахстана достигла наивысшего расцвета. В строительство внедряется обожженный кирпич, укладываемый на быстро схватываемый ганчевый раствор, что дало возможность усовершенствовать конструкции перекрытия и увеличить пролеты перекрываемых помещений, облегчить укладку сводов, куполов без опалубки, что особенно важно для безлесного ландшафта Средней Азии. В портально-купольной архитектуре использовались конструктивные основы юрты, то есть, опять же, влияние не только духовной, но и материальной культуре жилищ, культуры кочевников налицо. То есть, взаимовлияние культур, это не пустые слова, оно на самом деле возникает при близком сотрудничестве, взаимной и выгодной торговле. И совершенно очевидно, что тюркский мир оказал сильнейшее влияние на арабо-персидский мир, и, соответственно, на месте зоны контактов возникает своеобразная культура Средней Азии и Южного Казахстана, которую мы только что подчеркнули, не только в духовной, но и материальной культуре. К памятникам караханитского периода относятся мазолей Карахана в городе Тарази, мазолея Айша-Биби и Бабаджи-Хатун близ Тараза. На территории Казлардинской области находится мазолей Сарлатам. В центральном Казахстане сохранился мазолей Ая-Камра. Атрибутом культовых сооружений Копчакской верхушки были каменные изваяния, изображавшие умерших воинов, богатых женщин, условно передающие обобщенный образ, погребенных с типичными антропологическими чертами. Извоянием поклонялись, но, конечно же, приносили своим кумирам в жертву скот. Но тут я должен, конечно же, уточнить, распространенный культ предков у кочевников и здесь сыграл свою роль. И, собственно говоря, это не что иное, как раз, что и упомянутый мной культ предков. Рост спрос на продукции гонжеров, стеклодувов, кузнецов, оружейников, ювелиров. Широко распространяется глазурованная посуда с буквенными растительными зооморфными орнаментами. Поливная посуда покрывалась прозрачной белой или цветной глазурью поверх ангоба, расписывалась красками, изготовлялись котлы с налепными ручками, хома, крышки, чаши на дисковидных поддонах и так далее. Производились изделия из стекла, это посуда, графины, флаконы для лекарств и благовоний. Изготавливалась посуда из меди, бронзы. Кроме того, утилитарные вещи, как то светильники, подставки и тому подобное. Ювелирам были известны фигурное литье, чеканка, зерень, скань, гравировка, позолота. Землю обрабатывали мотыгой, вспахивали мачем с железным наконечником. И, собственно говоря, развитие культуры не только материальной, но и, как мы сейчас далее скажем, духовной, это еще раз подчеркивает синтез тюркского и ислама, арабского и персидского миров. Государстве караханидов со второй половины X века официальной религией был объявлен ислам, хотя в караханидский период продолжали бытовать и другие культы и религии. В Атраре имелась библиотека, имевшая огромное количество книг и второе место в мире, занимавшая второе место в мире после знаменитой Александрийской библиотеки. Между 1072 и 1083 годами появилось сочинение Махмуда аль-Кашгари на арабском языке, «Собрание тюркских языков и наречий», который представлял собой не только простой диалектический словарь, но и в котором наличествует анализ сходства, родства, различия в тюркских языках, по которым можно установить даже миграции тюркских народов по территории от Алтая до Крыма. Собственно говоря, это произведение, которое можно считать энциклопедией тюркских языков, занимает особое место в культуре средневековой Центральной Азии. С караханидским государством связано творчество и классика тюркоязычной поэзии политического деятеля, теоретика Жесупа Баласагуни, сочинившая поэму «Благодатное знание». Основателем тюркской ветви суфизма был стихотворец и мыслитель Хаджа Ахмед Ясави. В сборнике мистических стихов книга мудрых изречений, возможно, является одним из работ, которые представляют собой адаптацию ислама к местным тюркским культам и верованиям. Одним из учеников Ясави был представитель суфийско-дидактического направления Сулейман Бакаргани. К памятникам дидактической литературы относятся поэма Ахмеда Югенаки «Подарок истин». К концу XII-XIII века на территории Центральной Азии меняется политическая картина. На передний план, на авансцену истории выходит тюрко-монгольская империя Чингисхана. Культурный прогресс принято считать, что с тюрко-монгольским нашествием оказался в состоянии застоя, стагнации. Более того, некоторые авторы утверждают, что с приходом тюрко-монголов Темуджина или Чингисхана произошел даже и откат. Да, конечно же, в период военных завоеваний города оказывали огромное сопротивление нашествию тюрко-монгольских войск Чингисхана. Поэтому города были разрушены, естественно, не только во время военных действий, но и после завоевания в наказание за такое сопротивление. Ну, в общем-то, я считаю, что сейчас еще не стоит радикально утверждать, что это и было именно так. Поскольку в любом случае после завоевания происходит восстановление этих городов. Другое дело, что Великий Шелковый путь с приходом завоевателей прекратил свое существование на территории Средней Азии и Казахстана, поскольку основные потребители товара, западноевропейские государства и народы, стали искать иные пути к источнику этих товаров, то есть в Китае и Индию, что в конечном итоге в 15 веке привело к великим географическим открытиям. То есть они нашли морской путь в указанные страны, и торговля пошла совершенно по другому пути, что кардинально изменило развитие цивилизации на территории Центральной Азии. Тем не менее, мы должны констатировать, что в золотардынский период в истории Казахстана, Средней Азии, России или Руси произошли огромные изменения в духовной культуре, но в материальной культуре по-прежнему господствовала традиционная аноматическая культура, связанная с кочевым образом жизни. Юрта не изменилась, не изменились орудия труда и духовные представления кочевников, но получило дальнейшее развитие ислам как религия, адаптированная к взглядам тюрков и монголов. Как я уже говорил, происходило восстановление городской культуры, и несмотря на то, что количество городов уменьшилось в три раза, тем не менее были восстановлены города на берегах рек Арысь и Сырдарья. В XIV-XV веках сложился новый архитектурный стиль, куполообразные и шатрообразные системы. В XIV веке был построен мавзолей Даудбека в Таразе, наиболее крупный памятник зодчества, величественный мавзолей Ахмеда Ясави, воздвигнут в конце XIV века по велению эмира Тимура в городе Ясы или Туркестане. По приказу Тимура был построен мавзолей Джучи Хана, Аллаш Хана, Булган Хана. В Центральном Казахстане и в городе Сарайчик был построен мавзолей Золотардынского хана Жанебека. В мавзолее Кок Кесене близ Сыгнаха был похоронен хан кочевых узбеков Абул Хаир. Кочевники счет времени вели в основном сообразно с явлениями природы, с периодами, циклами года. Календарь основывался на 12-летнем животном цикле, в котором каждый год соответствовал тому или иному животному. Как мы знаем, год начинается с года мыши, следующий год это год быка, третий год барса, четвертый год зайца, пятый год дракона, шестой год змеи, восьмой год барана, девятый год обезьяны, десятый год курицы, одиннадцатый год собаки, а двенадцатый год кабана или свиньи. Когда заново начинала зеленеть трава, считал, что начался год. По новолуниям ввели счет месяцам, по звездам ориентировались по сторонам света, главным образом по полярной звезде. Известно имя ученого из Чагатаитского государства, имя которому Хабайдаллах, который переселился позже в Персию. Он имел познание во всех известных науках и говорил речи подобно шейхам. Но Газанхан представлял его к второзарядным ученым, поэтому, видимо, он, как они думали, не знал сокровенную. То есть был больше светским ученым, нежели религиозным ученым, то есть теологом. Традиционные верования, связующим звеном между миром людей и сверхъестественными силами, являлись шаманы. Это в традиционных культах, которые вводили в себя состояние транса и старались излечить больного путем, как они считали, восстановления его душевного равновесия, душевного покоя. Поскольку они считали, что причиной болезни являются некоторые нарушения его нервной душевной организации. Кроме того, шаманы занимались предсказанием будущего. Хан Золотой Орды Берке в 1255-1266 годах пытался обратить население в ислам. Однако языческие обычаи и доисламские религиозные системы продолжали оказывать огромное влияние на большинство населения. И они продолжали соблюдать обычаи и обряды. В первой половине XIV века узбек хан объявил ислам официальной религией Золотой Орды. Несмотря на то, что монголы в Казахстане были ассимилированы тюрками, монгольский язык еще в XV веке не вполне вышел из употребления. Монголы принесли в Золотую Орду уйгурскую письменность, введенную при Чингисхане. Однако более употребительным было арабское письмо. Арабской вязью на тюркском языке писались многие документы, жалованные грамоты, письма ханов и литературные произведения. Наиболее ранние образцы устной индивидуальной поэзии относятся к XIII веку. Сохранилось единственное литературное произведение, приписываемое Жерау Кет Буге, песня «Извещение о гибели Джучи». К XIV веку относятся творчество Сапара Жерау. В Толгау, содержащемся в эпосе Иер-Тарган, он призывает хана и батыра внять его словам и помириться, напоминая хану, что он обязан думать о завтрашнем дне народа, ценить и являться заступником большинства населения, не обделять их уважением, а обращаясь к батыру, призывает его позабыть о своей гордыне и продолжить нести свою службу народу. От творчества Жерау Котана 1370 год относится к его рождению, а дата смерти 1456 дошло лишь только несколько строк из песни плача по поводу гибели его сына Ахжола. Прозорливым кудесником при дворе Золотардынского Джанибека считали Асана Айгэ. В обращении к хану Жанибеку он осуждает ханское стремление увести подданных с благодатных земель ради сомнительного проблематичного блаженства на неизведанных землях. Хасан Айгэ видел, что власть имущие подавляют простой народ, призывал их на сопротивление угнетению. Ханы и бии вас угнетают. Как народу жить при этом? Но народ, он есть народ, станет хмурым. Он все поймет. Вот такие слова Асана Айгэ являются политической концепцией. Но я бы сказал больше. Роль и значение Жерау в кочевом обществе являются недооцененными. Поскольку они продолжили традицию, начатую Жусупом Баласагуни, но он был официальным воспитателем принца, и в своем произведении «Кудатку Билик» он, например, дает наставление каким быть правителю, то в данном случае, в степной традиции, Жерау становится глазом народа. Они находятся у престола, рядом с ханом, и прямо ему в лицо говорят о непопулярных, скажем, вещах, которые вызывали смуты и так далее, которые приводили к обнищанию народа. И поэтому одно из главных его произведений, Жер Уик, то есть о сказочной земле, о рае на земле, являются одним из не только поэтических, не только культурологических явлений, но и политической платформы, которую он создал, чтобы могли правители, согласно ему, управлять народом, который бы жил просто очень достойно. К религиозно-назидательной поэзии принадлежат сочинения сказаний о Лане и Кисекбаш, или сказаний об отрубленной голове, написанные с целью проведения неверных покорностей Аллаху. К 1311 году относятся рассказы о пророках Рабгузи. Поэма «Хасроу и Ширин» Удба в XIV веке является сжатым пересказом одноименной поэмы Низами с использованием оригинальных художественных приемов, введением примет своего времени и своей среды. Известным поэтом был Харизми, написавший поэму «Любовные послания». Он обращается к мусульманам и призывает их остерегаться надменного невежества, говоря «зажги свечу во тьме и мусульманству учись у христиан и досаду чванству». От творчества салонных поэтов аристократического круга заметно отличается поэма «Хисама, Китяба, царь, череп», написанный в период острейшего политического кризиса «Золотой Родей», перекликающийся с божественной комедией «Данте». Поэт предрекала особенно суровое воздаяние в загробном мире для царей земных, не заботившись о своих подданных. Саев в Сараи жил и творил в Сарайчике, но затем бежал в мамлюкский Египет, где написал философско-дидактическую поэму «Гулистан», то есть «Сад рос», являющийся вольным переложением поэмы Саади и других произведений. Знания поэта об окружающем мире содержатся в следующих строчках. «Узнал любви, притяжение душа, землей вокруг солнца, окружение верша». В начале XIV века появилась эпическая поэма Дурбека Юсуфа и Зулейха, в основу которой легла легенда о любви жены египетского сановника Зулейхи к своему рабу Юсуфу. Самым ранним музыкальным произведением являются Кьюи «Хромой кулан» Кетбуги, известны также Кьюи «Поход джучи» Хана, «Разъединение народа», «Тоска», «Хамбар», «Батр» и другие. Спасибо за внимание.